Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! Запись делается для библейского портала «Экзегет», и мы рассматриваем сегодня 12-ю главу книги пророка Исаии. Глава эта небольшая, она является заключительной главой блока глав, которую в современной экзегетической литературе называют условно книгой Иммануэля, мессианские пророчества, содержащие, среди прочего. 12-я глава, завершающая книгу Иммануэля, это псалом, это песня, это гимн, гимн избавления, псалом, торжественный псалом, посвященный Господу, молитвенный псалом, и скажешь в тот день, кто скажет в тот день? Израильтяне избавленные и возвращенные, чей остаток возвратился к потерянной и вновь обретенной земле. «Славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня». Гнев Господень отвратился, потому что Господь помиловал свой народ и позволил ему, остатку этого народа, вернуться. «Вот Бог, спасение мое, уповаю на него и не боюсь, ибо Господь – сила моя и пение мое Господь, и Он был мне во спасение». Не Ассирия, не Египет принесли спасение остаткам Израиля, а Господь, Бог Израилев. Вавилонский плен оказался для иудеев тем отрезвляющим, трагическим, но отрезвляющим опытом, из которого он вышел с надежным и устойчивым иммунитетом против идолопоклонства. Эта зараза, этот вирус идолопоклонства уже не был для израильтян опасным. Они уже имели мощное противоядие против него. И действительно, религиозное и духовное, можно сказать, состояние израильского народа до Вавилонского плена и после Вавилонского плена резко отличаются. Создается впечатление, когда мы читаем книги послепленных пророков, таких как Агей, Захария, Малахия, читаем книги Эзрани и Нехемии, читаем другие постпленные тексты, создаётся впечатление, что идолопоклонство, идолослужение уже не являлось для послепленного израильского народа каким-то искушением, каким-то соблазном, камнем преткновения. Создаётся впечатление, что они избавились от этого. И вот этим избавлением был Вавилонский плен. Долгий, достаточно продолжительный плен, когда народ был лишён и города своего святого, и храма, и земли своей, и лишён был всего. Но народ не ассимилировался до конца на просторах между речи. Народ вернулся. О возвращении этого остатка чаще всего говорится в следующих частях книги Исаии. Но вот и книга Эммануила, главы, которые мы с вами рассматриваем, в том числе предыдущая, глава 11, они тоже говорят, и десятые, и другие, говорят о возвращении этого самого остатка в тот день, то есть в день Господень, в день избавления, в день, когда вновь над Израилем будет поднято это знамение, и когда Израиль возвратится в свою родную, данную Богом, землю. Бог дарует спасение. Он наказывает, и Он милует. Он отымает силу в наказательных, воспитательных целях. Он же её и возвращает. И в радости будете почерпать воду из источника спасения. Источник, вода. Во второй части книги Исаии тоже будет говориться, призыв будет звучать, «Идите, почерпайте воду даром, бесплатно». Вот вода спасения, здесь это метафора воды. Часто она вообще используется, когда говорится о возвращении с плена, о втором исходе, о странствовании. Господь повелит пустыне, и в пустыне появятся источники воды, и родники, и озёра. Дальше в последующих главах Исаии будет об этом говориться. И народ не будет бедствовать, народ не будет терпеть жажду. Пленники, которые возвратятся на Сион, здесь народ будет с радостью почерпать, в радости воду из источников спасения. И скажете в тот день, мессианско-эскатологический день, «Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его». Народ, освобожденный из плена, и освобожденный через этот горький опыт плена от идола поклонства, славит имя Господа своего и призывает все народы славить это святое имя, чтобы во всех народах возвещалось имя Господне. Пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святой Израилев». Веселая, радостная песня. Звучит призыв веселиться и радоваться, обращенный к жительнице Сиона. Сион — святая гора, Ирушалаем — святой град, святая земля — земля Израилева. Почему святая? Потому что посреди нее святой Израилев. Божественное присутствие, божественная Шхина вновь возвращается на свое место. Шхина, пребывавшая с народом в изгнании, в плену, она вместе с этим народом возвращается опять на Сион. Здесь жительница Сиона — это остаток израильского народа. В женском образе персонифицированный, как единый израильский народ, жительница Сиона. Так завершается вот этими торжественными словами. Двенадцатой главы завершается та часть книги пророка Исаии, которую выделяют в отдельную такой свитоке Мануэля. «Кигадоль бикербех, кадош Исраэль, ибо велик посреди тебя святой Израилев». Дальше в последующих главах, начиная с тринадцатой, будут звучать пророчества о других народах. Народах дальних и близких, народах окружающих Израиль и других народах начинается новая тема, новый блок, новый набор глав, посвященных уже совершенно другой теме — теме судьбы язычников, судьбы народов мира. Запись делается для библейского портала «Экзегет». Продолжение следует...